Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл. И сегодня снова видео, видео будет разговорное, посвящено оно будущему обновлению. В этом видео я расскажу, что нас ждет в новом обновлении и разберу это немножко подробно, выскажу свое мнение. Информацию я брал из группы разработчика проекта Амазин Холлиплей, ссылка на его группу будет в описании. Ну а перед этим я хотел бы напомнить, что игра на первом сере Амазин Холлиплей, мы не Кирилл Путбуль, вы можете видеть сейчас его на экранах. Ну и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. При достижении 5 уровня вы получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазин Холлиплей. Желаю вам всем приятного просмотра. Итак, давайте начнем все по порядку, если что информацию я буду брать из скриншоты из группы разработчика проекта Амазин Холлиплей. Первое, это дальнобойщики, будет новая система рейсов на дальнобойщиках. Как я понял, вообще базу дальнобойщиков уберут, но об этом чуть позже. Итак, что изменится? Цена будет зависеть от расстояния скилла арендованного тягача, если он личный, то комиссии не будет. На самом деле, насчет личного тягача, я вот не уверен, потому что их всего лишь там, ну, 2, либо 3 штуки на сервере. Ну, это немножко несправедливо, потому что у многих их нету, у 99% игроков нету этого тягача личного, но это уже такие мелочи, знаете. Могли бы, конечно, добавить его в автосалон, но, типа, ну, он бы стоил там лямов 50, либо 100. Я не знаю, нужно ли это кому-то, но, не знаю, было бы, наверное, прикольно, если бы добавили автосалон, где можно было купить личный тягач и чисто, грубо говоря, работать на себя. Итак, идем дальше. Итак, следующая тема, это компании. В основном, будет, я так понял, транспортные компании, всего их будет 11, либо 13 штук. Как бы, тут написано, что Рома, ну, писал, что будет 13 штук, но он скидывал скиншоты, там всего лишь 11 штук, поэтому пока что непонятно, сколько их будет всего. Ну, примерно от 11 до 13. Цена их будет 30 миллионов, я так понял, у каждой транспортной компании цена будет 30 миллионов. Это довольно-таки недорого на самом деле, я просто не верен, что этот бизнес, как бы, будет окупаться, поэтому я пока что насчет этого повода ничего не могу сказать. Посмотрим, как это будет именно на деле. Чтобы купить эту транспортную компанию, вам не нужна будет лицензия на бизнес. Не, ну, она будет вам нужна, но чтобы купить эту транспортную компанию, вам нужен, как минимум, 50-й скилл дальнобойщика. То есть, эти бизнесы смогут покупать только работяги, то есть дальнобойщики, у которых есть минимум 50-й скилл дальнобойщика. Следующее, о чем я бы хотел сказать, это система закрытия машины. Теперь вы можете включить автозакрытие транспорта на клавишу N в настройках MM, персональной настройки. Как это работает? Если у вас включенная данная функция, то, используя клавишу N в транспорте, и около него вы будете его открывать-закрывать. Будь то личный или арендованный транспорт, не важно. Также, если включенная функция и есть сигнализация на личном автомобиле, то при заведении двигателя ваш замок транспорта будет автоматически закрыт. Как бы, да, очень классная тема, на самом деле, потому что постоянно писать лог, это довольно-таки неудобно. Но эта функция будет работать не на клавишу N, потому что на клавишу N у нас получается канистра. Поэтому Рома сделал в группе голосование, и, скорее всего, закрытие машины будет на среднюю кнопку мыши, NUM1. Поэтому, пацаны, запомните, это будет в будущем обновлении. Также затронули в группе тему насчет интерьера коттеджа. Скорее всего, интерьер изменят, потому что было голосование, и большинство голосов за то, чтобы изменить интерьер. Также еще раз хотел бы затронуть тему насчет компании. В компании вы сможете сделать название своей компании, видеть количество сотрудников, количество грузовиков. Скорее всего, грузовики нужно будет либо покупать, либо несколько грузовиков будет даваться изначально, а потом вы можете покупать еще другие. Также будет банк компании и награда лучшей компании. Ну и также комиссия у компании будет 30%. Теперь в казино по вам не смогут нанести урон. Казино самое зеленое из всех зеленых зон. Да, это очень круто, то, что в казино сделали такую зеленую зону, что вас вообще не смогут как бы ударить, ранить там и так далее. Это довольно-таки круто, но я считаю, что такое можно было бы сделать на всех подработках, то есть ферма там, шахта там и так далее. Ну и также на рыбалке, потому что, ну, чтобы никто никому не мешал работать. Я считаю, что это было бы очень круто. Потому что казино казином, но типа подработки, мне кажется, тоже обходить стороной не нужно. Ну и хотел бы затруднить, наверное, самую важную для меня часть, это то, что добавят именные номера. Недавно разработчик в своей группе выложил пост, сейчас видите его на экранах. Тут написано Джонас, 52 регион, ну, то есть Нижегородская область, и купить. То есть, скорее всего, будут именные номера. Я предполагаю, что они будут стоить около 50 миллионов. Почему я так решил? Потому что, как мы знаем, цветные номера стоят на рынке 25 миллионов. И, скорее всего, именные номера будут стоить около 50 миллионов. То есть, в два раза дороже, грубо говоря. Я считаю, что цена будет примерно такая. Я хотел бы обратиться немножко к разработчикам. Если они смотрят это видео, хотя, скорее всего, нет. Ну, в принципе, не важно. Если вы добавите именные номера в рулетку, то это будет очень плохо. Почему? Сейчас объясню. Как вы знаете, вы добавили цветные номера, да? Их можно купить на рынке, и вы добавили их в рулетку. И с рулетки они много кому падали. И сейчас эти цветные номера вообще не ценятся, потому что они есть, ну, грубо говоря, у каждого второго. Вот ты приезжаешь на Нашан, стоит машина на цветных номерах, либо ты продаешь машину на цветных номерах. На эти цветные номера никто не сможет, потому что они абсолютно не ценятся. Они никому не нужны. Они не стоят 25 миллионов, потому что они есть почти у каждого. И это очень плохой минус. Я надеюсь, что с именными номерами так не будет. Какие минусы есть вообще в именных номерах? Если вы, допустим, купили машину, поставили на нее именные номера, то потом при продаже, скорее всего, она нафиг никому не будет нужна. Допустим, у вас такая ситуация. Вы купили машину, поставили на нее именные номера и слили все в казино. И у вас осталась только машина. Вы не окупитесь, понимаете? Вы при продаже не окупитесь. Если там будут номера, допустим, ну, не знаю, вор. Хотя вор, ладно. Это еще, ладно, там. Именные номера будут на машине Артем. И вы, понимаете, вы и не продадите. Я не думаю, что найдется Артем, у которого будет там, ну, 50 миллионов, допустим. Который купит вашу машину на этих номерах. Поэтому эти номера, скорее всего, будут покупать только те, кто машину вообще не собирается продавать. Но, как бы, в игровом процессе все бывает. Вы можете все слить, и у вас останется только эта машина с вашим именным номером. И вы потом ее хренку заденете, понимаете? Ну, да, возможно, вы их продадите, но довольно-таки дешево. Поэтому в этом есть минус. Но самый большой минус это то, что если именные номера добавят рулетку. Если их добавят рулетку, то, ну, это все, пацаны. Они не будут стоить 50 миллионов. Они будут так же, как и цветные номера почти у каждого. И ценности они представлять не будут. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.